Раз, два, три еще совсем недавно числился в списке проблемных домов. Несмотря на то, что здание, состоящее из трех 20-этажных корпусов, было уже давно возведено, долгое время застройщик не мог оформить документы. В Сочи решение вопросов проблемных домов находится на постоянном контроле властей города. Мэрия оказывает всевозможное содействие и застройщикам, и дольщикам. Поэтому история появления еще одного жилого комплекса на курорте завершается успешно. Помощь застройщикам, вводив в эксплуатацию некогда проблемных объектов, это не только принципиальное решение властей. Тем самым, прежде всего, решаются проблемы покупателей недвижимости, которые с волнением ждут получения ключей от своих квартир. Прошел год, я помню прекрасно, как смотрю, много стоит знакомых лиц. Я помню, как мы с вами собирались неоднократно на этом объекте. Помню, какое было на ваших лицах определенный элемент недоверия о тех сроках, которые мы брали. И определенный элемент недоверия вообще к действиям, которые проводились совместно с застройщиком и администрацией города Сочи. Но на сегодняшний день все эти вопросы по литеру В и по литеру Б решены. За это время застройщик выполнил достаточно большую работу. Так, в частности, на момент нашего сотрудничества с ним были нарушения в части сдачи объекта. По литеру В они около года, по литеру Б где-то около полугода. За это время застройщик осуществил корректировку проектной документации, получил ЗОС по части департамента строительного надзора. И сегодня был выдан акт ввода в эксплуатацию на литр Б. До этого был получен акт ввода в эксплуатацию на литр В. Теперь долгие ожидания дольщика в прошлом. 1600 собственников двух литеров уже получают долгожданные ключи. Среди них Елена Старостина. Проблем было очень много с самого начала. Но, если честно, я даже не хочу это вспоминать, потому что это настолько было все больно. Было несколько смен команд, которые занимались сдачей нашего дома. У нас ушел на пенсию руководитель госстроенадзора, пришел новый человек, которому пришлось снова вникать в это во все. И вот это было очень долго, бесконечно. И мы это все ждали, и мы это все пережили, дождались. И я считаю, что это просто победа нас всех. Дело осталось за малым. Сейчас команда застройщика активно работает над сдачей последнего литера А. Уже в январе он должен быть введен в эксплуатацию. В следующем году на территории жилого комплекса появится парковка. Что касается других объектов, в Сочи еще в начале года в списке проблемных было 28 домов. Сегодня уже шесть введены в эксплуатацию. Еще четыре практически достроены. Два дома после детального изучения исключены из реестра. Таким образом, к концу года из 28 объектов 12 покинут печальный список проблемных долгостроев. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.